Девушки отдыхают В сентябре 2014 года был заложен первый камень при строительстве Сапсан-Арены и сейчас уже в декабре 2018 состоится открытие. По этому поводу мы пригласили к нам в студию директора МАУ Сапсан-Арена Ирина Медведева. Здравствуйте. Добрый вечер. Рады, что пришли. Первый вопрос все-таки, когда же открытие? Потому что где-то была дата уже оглушена 14 декабря, где-то еще какая-то точная уже какая? Точная дата открытия 15 декабря. 15 декабря получается. Вот в эту субботу. В эту субботу. Это будет торжественное открытие? Это будет праздничное массовое мероприятие, массовое катание, которое начнется в 18 часов вечера с праздничной программой. С праздничной программой? Да. Там предусмотрены будут ростовые куклы, фотозона. Насколько я знаю, прямой эфир планируется. То есть там будет очень весело. Будет буфет работать. Мы приглашаем всех граждан города и гостей города с районов. Пожалуйста. Но только единственное, конечно же, предусмотрен такой немножко технический момент, что необходимо будет через каждый час заливать лед. Поэтому, конечно же, это будет заезд. То есть с 18 до 19, с 19 до 20. Но вся эта информация, в принципе, будет выложена у нас в группе во ВКонтакте. Нужно просто следить. Там вся информация будет указана. То есть можно прийти на открытие. Во сколько она начнется? В 18.00 мы планируем массовое катание с концертной программой. Концертная программа будет? У нас будет, я же вот объясняю, что это будет вот, скорее всего, да, это будет очень весело. Не хочу просто сейчас открывать все. Ну, нам интересно, на что идти все-таки. Да, многие задумают, ну, суббота, там, на рынок сходить еще куда-нибудь. Может быть, телевизор посмотреть. Нет, нет, однозначно приходить нужно на лед. Обязательно. Это будет праздник для всех. Мы очень будем стараться. Поэтому приглашаем. Так все-таки концерт будет какой? Или это все-таки секрет? Это все-таки секрет. Будет праздничная программа. Давайте оставим все-таки это секретом, чтобы всех удивить. Интрига будет, да, как говорилось в одном из фильмов. Но, хорошо, праздничная программа, катание до скольки? С 6 до? До 23.00. До 11.00 вечера. То есть все это время можно будет кататься. Да, конечно. Ну, еще и как-то развлекать его еще. Развлекать будем обязательно. Ну, хотя бы приоткройте завесу. То есть, ну, хотя бы что-то. Чтобы какую-то удочку, какой-то крючочек. Очень будет ярко там. Очень будет ярко. Ну, что ж, хорошо, давайте на этом остановимся. Очень будет ярко, очень будет интересно, очень будет спортивно. Я думаю, то, что многим нашим телезрителям, радиослушателям будет интересно как раз-таки сходить. Есть, появилось даже новое место, где можно провести время. Уже можно так сказать. Да. Сегодня Ледовый дворец – это вообще межрайонный круглогодичный центр, в котором предусмотрен не только лед, но и тренажерный зал. Вообще, что из себя сейчас представляет Сапсан-Арена? Современная развивающаяся организация спортивная, которая выводит город в плане спорта на новый уровень, в плане развития олимпийских видов спорта, такого как хоккей. Также тренажерный зал. Сейчас уже завезены тренажеры, сейчас уже они установлены. Инструкторы по физической культуре, которые будут постоянно находиться там, сейчас уже тоже работают. Поэтому будет и персональные тренировки, и написание программ питания. Поэтому добро пожаловать как и на лед, так и в тренажерный зал. Ну, для того, чтобы все прям так запустило, все было так хорошо. В этом плане я вам желаю ни пух, ни пера. Но вот что из себя, то есть я туда приду, да, как простой гражданин, да, и какие новшества, может быть? Потому что было где-то заявлено, что современный, да, вот этот центр спортивный. При входе, конечно, вы встретите такую немного непривычную, наверное, для нашего города систему контроля управления доступом. С первым взглядом покажется, что это, наверное, сложно, но здесь вам прибегнут на помощь наши администраторы. Наши ребята молодые, которые обязательно вас сопроводят, направят, покажут, расскажут. И в плане того, как приобретать дополнительную экипировку, как получить на прокат коньки, как взять помощников-фигуристов, это такие худунки, которые уже приобретены тоже. То есть все это администратор абсолютно обо всем вам расскажет и покажет, как работает система контроля доступом. То есть будет считывающая система, будут карты, не будет бумажных абонементов, будет карта, на которой будет наноситься определенная информация. И система контроля, она абсолютно вся автоматизирована. То есть это все будет в программе отражаться. Соответственно, каждый персональный человек, который приходит, он у нас будет фиксироваться в программе. То есть это очень удобно для учета, для контроля, ну и для самих жителей города. Ну вот вы сказали на новый спортивный уровень, да? В плане хоккея поднимется наш город Кумертал, то есть есть уже хоккейная команда? Сейчас, да, уже есть команда и детская, и взрослая команда. И взрослая команда есть? Да. 40+, команда, которая активно занимается, тренируется. Они, конечно, теперь уже будут тренироваться на нашем льду, а до этого эти люди занимались в Словат, ездили на лед, в Сульган. То есть как-то теперь вот наконец-то они будут заниматься у себя в городе. У нас есть такие люди, которые увлечены хоккеем до такой степени, потому что ездили для тренировок. Это фанаты, да, это фанаты хоккея, на самом деле я тоже не знала. Вообще, да, очень люди экипированы, люди подготовлены физически, занимаются. Это их хобби, но когда смотришь на них на льду, кажется, что это профессионалы. Мы их увидим на открытии? Конечно, обязательно. Они туда придут покататься, да? Мы их пригласим. Ну, про детскую тоже хоккейную команду хотелось спросить, потому что детей набирали еще до сентября, насколько я знаю. Они где тренировались-то, если еще не было? Мы тренировались на базе пятой школы. Тренировки это по флорболу. Мы даже ездили на национальные соревнования и заняли почетное призовое третье место. Наша команда победила. У нас уже есть кубок, мы этому очень рады. Этим очень гордимся. Ледовый дворец еще не открылся, у вас уже есть свои награды. Достижения, да, медали, кубки у нас уже есть. У нас ребята очень радовались этому событию, что мы поехали на соревнования. Ну, и теперь они уже будут кататься на льду. И теперь они уже, да, на льду. Сейчас уже проводятся репетиции к открытию. На массовом катании ребята тоже будут показывать мастер-классы, эти ребятишки. Поэтому приходите на массовое катание, будем радоваться за наших ребят. А тренеру тоже все есть, да, получается? Тренер, да. У нас сейчас есть два тренера. Это Соколов Александр и Орешин Василий. Тренеры очень сильные. Ребята их очень любят, на самом деле. Наблюдают за тренировками. Тренировки проходят очень в таком жестком режиме. Тренеры требовательные очень. Но это дает результат свой. Ребята, тем не менее, тренеров очень уважают. Прямо это видно. И сегодня уже буквально мы знакомились с тренером по вратарям. То есть у нас очень серьезный подход к развитию хоккея. Да, я смотрю. Третий тренер по вратарям отдельно? По вратарям, да. Отдельно, потому что это совсем другая специфика, как выяснилось. То есть полевой игрок и вратарь – это разные тренировки. Разный подход к тренерскому процессу. Поэтому у нас теперь появляется уже и тренер по вратарям. Я смотрю, вы уже сами начинаете разбираться в хоккее. Приходится. Да, это очень увлекательно. Может быть, уже какая-то команда своя есть, за которую болеете? Я, наверное, пока… Не до такой степени еще. Конечно, есть команда Сапсан. Как же нет? Обязательно. А я знал, что вы так ответите. Ну, хорошо. То есть три тренера по хоккею. Заходил я к вам на сайт. Ты заходила в группу ВКонтакте, Сапсан Арена, есть такое, между прочим. Видел там еще фигурное катание. Такой раздел был. Раздел он есть, есть, и он есть, будет. Обязательно будет тренер по фигурному катанию. Мы от этой темы не отходим. Мы обязательно. Просто вот сейчас, на сегодняшний момент, готовились к открытию, поэтому, может быть, немножко отодвинули этот вопрос. А вообще фигуристов мы обязательно будем воспитывать. Маленьких ребят будем брать и взрослых обучать. Обязательно. Сейчас уже есть у нас на примете пара человека, с которыми мы будем вести переговоры. Я обращаюсь к телезрителям и радиослушателям. Я хочу сказать, что мы работаем в прямом эфире. И если к Ирине Медведеву у вас есть вопросы, вы можете набрать номер 22205, либо 22699, дозвонить нам в студию и пообщаться тоже вместе. Но мы возвращаемся. То есть фигурное катание, хоккей, тренажерный зал. Вот это вот такое перечень основное получается. Детская команда по хоккею, которая уже занимает места. То есть развитие идет таким полным ходом. Но это вот такая спортивная тематика. А для нас, для горожан, тоже что-то там будет на собственном арене? Мы туда прийти сможем? Конечно, будет. Любой житель города может прийти, взять на прокат и защитную экипировку, и коньки, полный размерный ряд с 32 по 45. И фигурные коньки, и хоккейные коньки. То есть все это есть в наличии уже сейчас. Поэтому можно спокойно приходить, все это брать. Сможете своими коньками приходить. И очень хорошо проводить время. То есть график какой-то есть, да, будет? В связи с тем, что у нас тренировочный процесс очень активный, в будние дни массового катания не будет. Это будет, скорее всего, с пятницы. Пятница, суббота, воскресенье, вечернее время. Но в воскресенье весь день массовое катание будет. В воскресенье весь день, да? А по вечерам, получается, в любой будний день? В пятницу, в субботу. Потому что сейчас мы понимаем, что до сегодняшнего момента, до школьного возраста мы не приглашали на тренировочный процесс. А уже с понедельника, скорее всего, всю информацию мы будем в группе ВКонтакте выкладывать. И там уже мы начнем набирать дошкольников. Поэтому лед будет занят. Мы, конечно же, хотим дать лед абсолютно всем, жителям города. Но, конечно, мы развиваем хоккей, поэтому нужен нам лед как тренировочный пункт. Поэтому массовое катание, скорее всего, будет только в воскресенье весь день, в субботу, в вечернее время. Если сможем, в пятницу вечером. А сколько команд по хоккейу планируется? У нас все возраста, в каждом своем возрасте будет команда. То есть, в своей группе, да? То есть, одна команда, которая будет работать, у нее будет несколько, так сказать, возрастных категорий. Да, в каждом возрасте будем делать команды. Желающих очень много. Ребята очень активные, очень активно занимаются. Очень выдержанные. В каждом возрасте. И еще даже дошкольные еще получаются. Дошкольные, да. Мы сейчас их будем набирать. Но здесь дошкольный возраст. Сразу хочу сказать о том, что первое время это обучение родителей будет. Потому что маленькие ребята одеть экипировку самостоятельно не смогут. Поэтому родители должны тоже это учитывать. с тем, что нужно будет приводить детей на тренировку, сопровождать их. Телефон и звоночек у нас в студии. Алло, здравствуйте. Говорите, вы в эфире. Да, здравствуй. Здравствуйте. Задавайте вопрос. А вот скажите, после открытия, когда будет работать стоимость билетов детских, взрослых? Спасибо. Спасибо за вопрос. Понятен, в принципе, да. Он логичный. То есть, сколько это будет стоить покататься? Конкретную сумму озвучивать, я думаю, не стоит. Потому что там все это по позициям, по часам разбито. То есть, есть топовые часы, когда это активно будут приходить люди. Есть менее загруженные часы. Поэтому вся информация у нас в группе ВКонтакте и на сайте. Ну, хотя бы ориентировочно. На что? Если про массовое катание говорить, то это в пределах 100 рублей будет. Плюс-минус, да? Ну, плюс-минус, да. С учетом защитной экипировки, проката. То есть, это отдельно, да? То есть, ты пришел покататься со своими коньками, это отдельная цена, да? Да. Получается, да? То есть, если экипировку дополнительно добираешь, то это уже другая цена. Но, вот если пришел, то в пределах 100 рублей. Я не говорю сейчас точно то, что это 100 рублей, да? Я, да. Я объясняю, что точно. Я просто вам сейчас не могу сказать. Это все разбито по графику. Поэтому, это, скорее всего, лучше выходить в группу, посмотреть. Там всю информацию мы выложим. До скольки часов можно будет кататься? Со скольки до скольки? Понятно, я запомнил пятницу, субботу, воскресенье. Возможно, пятница, но субботу, воскресенье это однозначно. Со скольки до скольки? До 11 вечера. До 11 вечера? Ну, это серьезная такая заявка. То есть, если у нас как-то принято, когда у нас все и спортивные заведения и так далее, закрываются уже там ближе к 8 часам, да, уже там и так далее, до 11 это серьезно. Хотя, в принципе, куда я хожу, вот если взять пример, да, с другими аренами, там даже и позже, по-моему, бывает. Да, в Стрельтомаке, да, часу ночи. А вы так можете? Мы все можем. Мы посмотрим на активность наших посетителей, скорее всего, график будет регулироваться. Мы будем подстраиваться под желания граждан, поэтому, скорее всего, будем менять график. Отлично. Только на льду можно взрослым где-то заниматься? В тренажерном зале. Тренажерный зал еще. Или это тоже получается? А, да, там два тренера тоже у вас, да, получается? Два инструктора, да, которые, как я уже говорила, могут и программы писать, и персональные тренировки проводить. Это спортивные такие, да, то есть, а культурные какая-то программы? Культурные массовые мероприятия, зрелищные мероприятия мы можем проводить уже спокойно, потому что мы уже приобрели ледовое покрытие, специальное пластиковое ледовое покрытие у нас есть, которое покрывается на лед, и мы уже можем вместить до полутора тысяч зрителей. То есть, какие-то концерты проводить мы можем спокойно, по аналогии с Астерлитамаком, с Уфой ареной, то есть, это в нашем городе теперь уже допустимо, доступно. До полутора тысяч за почвы. А вообще, сколько зрительских мест? Посадочных мест 600. 600 посадочных мест. Планируется ли уже какие-то соревнования проводить? Уже есть какой-то график или нет? Я понимаю то, что если зрители есть посадочные места, значит и планируются спортивные события какие-то. Буквально сегодня пришел календарь соревнований для юношей хоккейной лиги, поэтому 22 числа мы уже уезжаем в Салават на соревнования, и там буквально каждую неделю у нас будут матчи, в том числе и у нас в городе. А, то есть, наши уже с декабря, получается? Да, мы подали уже заявку в федерацию, да, и мы уже активно работаем над этим. И точно еще даты нет, когда какие-то у нас здесь соревнования будут проходить? Я просто сегодня буквально графику увидела, 22 числа точно знаю в Салавате. И там через неделю вроде в Мелиузии, в январе в Кумертал. В январе Кумертал. То есть уже можно будет прийти и поболеть за наших? Ну, конечно. Мы обязательно об этом будем оповещать всех. Это здорово. А, кстати, знаете, соревнования платные будут в Кутере или нет? Нет, конечно. Нет, да, то есть можно просто прийти. Но я думаю, 600 человек хватит для того, чтобы создать такую хорошую спортивную атмосферу. Опять вернулись к хоккею, получается. Массовые катания, да, вот вы сказали. То есть они все, в моем представлении, это люди выходят и катаются на коньках, да? Туда-сюда, направо-налево кто-то может быть какие-то. Не туда-сюда, направо-налево. Да вы что? У нас будет инструктор на льду, который будет регулировать, направлять. Потому что 70 человек одновременно вмещает коробка. Если хаотично кататься на ней, то это будет некомфортно. Поэтому у нас инструктор на льду, он может как и персонально давать какие-то определенные элементы катания, так и контролировать порядок на льду. Хаотичного движения на льду не будет. Там такой дядька будет в полосатой... Нет, там не будет, там прекрасный парень будет, который будет помогать. Как судья будет одет или нет? Ну вы увидите его. Вы его обязательно заметите. Ну что ж, Гищево тоже кататься только так можно, будут направлять, можно будет сидеть. А если захочется поиграть в хоккей? То есть там будет выделяться какое-то место для тех, кто с клюшками придет? Для этого предусмотрена у нас аренда льда. Как и физических лиц, так и юридических лиц. В первую половину дня. После 11 до 11. То есть берем лед, сдаем лед в аренду, пожалуйста, занимайтесь, играйте в хоккей, предлагайте руку и сердце любимой девушке. То есть и так даже возможно? Конечно, и так возможно. Проводим свадебные фотосессии. Спортивные свадьбы это интересно. Это очень для нашего города, да, новое. Но я думаю, это будет и пользоваться успехом. Думаю, будет, да, это очень так. А будет ли такое? Вот я просто на коньках, честно говоря, стоял один раз в жизни. Вот. То есть вы так заинтриговали то, что хочется прийти и посмотреть. Но я боюсь то, что я буду стоять где-то возле бортика, и мне больше как бы ничего и не светит там. Нет, у нас есть помощники фигуристов. Это специальные пластиковые подставки, которые помогают людям, которые впервые встают на коньки. Как для деток, так и для взрослых людей. Помощники фигуристов. Это вот, я не знаю, я где-то видел, то ли пингвины, там, да, ты за них держишься. Да, да, да. И вот такие вот тоже. Да, ну у нас и пингвины, и мишки, и дельфины. Дельфины вообще интересная вещь. Мама может прийти, ну, мама с ребенком, который вообще не стоит на коньках, посадить перед собой как в сане и катать на льду. Для детей, получается? То есть мама катает своего ребенка. Все продумали, я смотрю, получается. 70 человек, вы сказали, помещается в коробку, да? То есть, ну, предусмотрено там проектами. Это для максимально комфортного пребывания там. А какой вообще размер площадки? 26 на 56. Это финский вариант коробки. Это финский вариант? Да. Ага. Канадский он больше или меньше? Побольше. Побольше. Но, тем не менее, этот вариант коробки абсолютно нас ни в чем не ограничивает в плане соревнований. И российского значения можем соревнований проводить. То есть это стандарт, да? Есть какой-то определенный получается? Да, это допустимый стандарт. Ну, я смотрю, просто действительно хороший такой задел спортивный получается. Мне остается только, наверное, еще раз пригласить всех наших горожан прийти 15-го. Почему я приглашаю? Приглашайте вы. Я приглашаю всех жителей города и гостей города на такое увлекательное занятие, как катание на льду, на естественном льду. Вы увидите всю красоту нашего дворца. Это, на самом деле, большое открытие для нашего города. Большое достижение. Благодаря главе администрации все у нас очень красиво, потому что, на самом деле, его энергия помогает нам продвигать такие учреждения, как Ледовый дворец. Ну что ж, еще раз напомню то, что открытие состоится 15-го декабря в 18.00 мы приглашаем всегда. И до 11 часов можно будет любоваться вот именно нашим новым спортивным, так сказать, сооружением, нашим Ледовым дворцом Сапсан-Арена. Я же всем желаю всего хорошего, спортивных вам, наверное, дней. Ну и оставайтесь вместе с нами на 102.5 FM и на телеканале ARIS. Всем всего хорошего. Еще раз напоминаю то, что у нас сегодня в гостях была Ирина Медведева, директор МАУ Сапсан-Арена. Всем хорошего дня. До свидания. Хорошего вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова